Привет, красотки и красавчики! В сегодняшнем видео поговорим мы с вами о покупках с Алиэкспресс. Я уже делала подобного плана видео, но в том видео я вам показывала и удачные, и не очень покупки, то есть просто делала такое овервью, ожидание, реальность. В этом видео покажу только то, что меня дико порадовало, и что я всеми руками и ногами вам рекомендую. Начнем, наверное, с такой банальной вещи, как обложка на паспорт. У меня долгое время была обложка с британским флагом, не по той причине, что я дикий фанат Британии, а по той причине, что она единственная не обтиралась в сумке. Паспорт я с собой ношу каждый день, и, соответственно, какие-то мягкие такие симпатичные обложки, даже псевдокоженные обложки очень быстро теряют внешний вид и становятся похожи на черти что. Я нашла вот эту вот обложечку, не только эту, еще вторую покажу, но эта мне нравится больше всего. Но обложка это в виде розового кварца, видите, это спил кварца, и выглядит она шикарно. Мало того, что она выглядит шикарно, она вообще неубиваемая. Она у меня путешествует в сумке, наверное, год как минимум, то есть каждый день она у меня в сумке, и она выглядит точно так же, как когда она ко мне только приехала, то есть как новая. Мало того, что она внешне шикарно выглядит, так к тому же она еще и мягкая, то есть на ощупь она очень приятная. И она подходит для паспорта Российской Федерации, то есть он туда идеально входит, она не слишком большая, не слишком маленькая. Вторая обложка мне тоже нравится, она такая более гламурная, но не менее непробиваемая, то есть она тоже такая стойкая. Она у меня была на паспорте месяца два как минимум, и тоже выглядит как новая. Я в последнее время повадилась на Алике заказывать носки. Не только вот такие носки, я огромное количество разных уже приобрела, и мне очень нравится их качество и выбор. Я обожаю низкие носки, мне нравятся носки с принтом, и у меня немаленькая нога, то есть обычные женские носки, мне часто малые. У меня 41 размер ноги, и вот эти вот носки для меня стали просто выходом из положения. Во-первых, они минималистичные, они приятные, мягкие, они тянутся, они бронебойные, неубиваемые. Они фактически не стираются, носки, естественно, приходят в негодность, потому что вы их носите, они в обуви, но они не так быстро рвутся, как другие носки, которые я здесь покупаю в офлайне. Это был набор из пяти пар, одна сейчас у меня в стирке, но не только эти носки я вам рекомендую. Там также есть очень интересные, длинные, с разными принтами красивыми, с всякими баклажанчиками, авокадо, клубничками, вообще с чем угодно. Украшений тут немало, поэтому будем разные чередовать. Хотела вам показать вот такую вот необычную вещицу, которую я ношу уже, какое, наверное, третье лето, нет, второе лето подряд, и у меня постоянно люди спрашивают, что это такое. Вроде выглядят так странно, неясно, что это за такие ремешочки. Ремешки эти на ноги, вы их просто застегиваете, надеваете и носите. Эти ремешки, кстати, круто смотрятся не только на голых ногах летом, я их также носила осенью на колготках, на цветных, ну то есть на красных каких-то ярких, на фиолетовых, на светлых бежевых, на белых носила. Это кожа, ну по крайней мере выглядит как кожа, и очень мягкий такой, гибкий материал. Очень круто сделано, то есть фурнитура такая вся приятная, не выглядит, короче, эта вещь дешево. Люди на улице реагируют, и всегда реакция такая, типа, вау, что это, как круто. Именно поэтому решила вам эту вещь здесь тоже показать. Потому что я думаю, даже если вы не стремитесь выглядеть как-то неформально, все равно эта вещь конкретная может вам быть интересна. Я здесь не показываю такие супер неформальные штуки, типа чокеры, которые я люблю, потому что я знаю, что немногим они могут быть интересны. Здесь показываю больше те вещи, которые будут полезны в хозяйстве, ну фактически каждому человеку, по крайней мере я так думаю. И говоря о чокерах, вот такой вот наборчик я заказала на Алике, и ношу я их постоянно. Стоили они буквально как грязь, стоил вот этот вот весь набор, типа 150 рублей максимум. Не знаю, может быть сейчас они подорожали, но я думаю, не дороже 200 рублей они стоят. Здесь можно найти все, что угодно. Здесь есть разные стили, сетчатые, крупные, здесь есть также тонкая сеточка, такие детализированные худенькие чокеры. Они тянутся, они приятные, они не удавливают вас, то есть они приятно прилегают к шее, вы их фактически не замечаете, когда носите. Сочетаются с огромным количеством разных образов, вы постоянно меня в видео в этих чокерах видите. И вот так вот эти чокеры, мне кажется, гораздо выгоднее заказывать, чем по одному, потому что по одиночке они стоят, типа там, не знаю, 50 рублей иногда бывают. А в наборе они стоят, ну реально, очень дешево, прям супер выгодная покупочка. Да, по большей части я предпочитаю и ношу кружевное белье, даже на повседневке. Но бывают те случаи, когда вам нужны именно такие бесшовные, комфортные, мягкие, незаметные трусики, то есть, которые вообще не видны через вашу одежду. Вот представьте, вы надели облегающее, такое обтягивающее платье, футляры с тонкой тканью, и у вас под ним кружевное белье. Смотрится это как минимум странно. Именно для таких случаев пригодится такое белье, и я также люблю вот в такого плана вещах заниматься спортом, потому что когда я бегаю летом, по крайней мере, я бегаю в коротких шортах, и мне очень нравится вот это ощущение свободы, то есть, нет чувства, что что-то мне мешает бежать. Короче, это очень комфортные, приятные и внешне также очень симпатичные трусики. Кстати, там есть наборы с разными оттенками, я заказала набор синий оттенок, черный и бежевый, такой телесный вариант. Мне очень нравится здесь материал, потому что он такой износостойкий, плотный, но при этом он не впивается вам в бока, то есть, они очень комфортные в носке, они мягкие. Это, кстати, размер 2XL, и у меня бёдра 92, так что учитывайте. К сожалению, если у вас бёдра гораздо больше, скорее всего, вы размер там не найдёте, потому что это всё-таки китайские размеры. Но если у вас классическая там S, XS, может быть, даже если M, то, скорее всего, вы сможете что-то на себя там присмотреть. Продолжая тему практичного белья, был у меня когда-то бюстгальтер Wonderbra, заказывала я его на Asos, стоил он что-то типа 3000 рублей, носила его часто, очень любила, но потом он вышел из строя, износился, я его выбросила и больше никогда не купила. И эта вещь работает абсолютно так же, как у Wonderbra, то есть, позволит вам носить платье без бретелек, при этом будет держать вашу грудь, не впивается в тело, удобная ткань, здесь текстура ткани похожа на купальную, хорошо стирается. Здесь поролон хоть и есть, но грудь он вообще не увеличивает, аллилуйя, я ненавижу, когда бельё увеличивает грудь, то есть, я не люблю лифчики с пушапом, даже с намёком на пушап. Если вы хотите что-то подобное, но с увеличивающим эффектом и таким, ну, пушап-эффектом, там тоже есть подобные модели, но, к сожалению, я вам ссылку дать не могу, я их просто видела. Здесь это вариант больше для поддержки, нежели для увеличения и коррекции формы груди. И мне кажется, вот эта конкретная вещь даже большую грудь выдержит. Не могу за это ручаться, потому что у меня грудь небольшая, у меня единица, по груди 92 и под груди 83. Но на моей груди эта вещь сидит просто идеально. Я не люблю блестяшки и глиттер в одежде обычно, но перед этой футболкой не смогла устоять. Это такой доохром и реально погружает в атмосферу моего детства. Точнее, в детстве я такой футболки мечтала и у меня её никогда не было, потому что я ничего подобного в продаже так и не нашла. Я просто видела похожую футболку на одной модной девочке в своём дворе. Так вот, теперь у меня такая футболка есть. Единственное, что она полностью прозрачная, естественно, нужно её носить на какую-то майку, либо на какой-то топик. Я вам, кстати, демонстрирую в видео эту вещь на топике, который я тоже на Али купила. Но его здесь я вам не показываю, потому что я его купила какого-то три назад. И, к сожалению, наверное, ссылку уже не найду. Но эта штуковина мне очень нравится как акцент, потому что круто смотрится в рокерских образах, круто смотрится под кожаной курткой, замечательно сочетается с фиолетовыми и тёмными помадами, переливается. И в видео, я надеюсь, у меня получится показать вам эффект, который даёт эта ткань, потому что вот сейчас, когда я смотрю на неё, она постоянно меняет свой цвет. И не думаю, что моя камера может на все сто вам это показать. Ткань приятная, футболочка не колется, очень нежная такая. Короче, я в восторге. Там, кстати, по-моему, был ещё второй вариант, и она была такая зеленоватая. Вот эту вот кофту вы в видео на мне точно уже видели. И я купила похожую, только в другой расцветке, и с немножко отличающимся принтом. Кропнутая кофточка, то есть она коротенькая, сечетая, полупрозрачная. Здесь у нас луна и солнце. И мне очень нравится то, что эта вещь идеально сочетается с готическими образами. Точнее, она их делает ещё более готическими, какими-то алхимическо-вампирскими. Круто смотрится с серебряными украшениями, замечательно сочетается с тёмными губами, сочетается с яркими губами. Короче, с ней у меня всегда получается тот образ, который меня радует. У неё рукава достаточно длинные, даже на мои длинные руки, на мой рост. И на мой рост она чуть ниже груди. И если вы поднимаете руки, она ещё выше подёргивается. Но меня это не смущает, потому что, естественно, я не буду её носить на бельё. Я её ношу либо на майку, либо на тот же самый топе, который я вам показывала под футболкой, о которой мы только что говорили. Все размеры, которые я заказывала, я оставлю в инфобоксе. И, по-моему, здесь я заказывала либо XL, либо L. И я всегда заказываю такие размеры, если мы говорим о верхней одежде на Алике, потому что у меня широкие плечи. И в большинстве случаев вот эти вот китайские плечи у меня всегда вот здесь, если я заказываю свой размер. И вторая кофточка похожего плана. Купила она осень. Здесь у нас солнце уже оранжевое, звёздочки. То есть принт отличается, но не сильно. То есть он в той же самой направленности, но всё-таки различия есть. К телу приятное. Не колется абсолютно. Стирается идеально. Не линяет, не портится. То есть не теряет свой внешний вид. Замечательная вещь. И стоит буквально там 300 рублей. Вот эта вот вещь, наверное, одна из самых удачных покупок на Алии всех времен народов. Это рюкзак. Вроде бы простой, ничего в нём особенного нет. Но я его ношу полтора или два года, как минимум. И ношу его каждый день. Как большинство ваших знакомых девушек, и вы в том числе, носят свои сумки? Большинство моих знакомых девушек относятся к сумкам вот так. Ой, нет, я не поставлю её на пол, там, на землю. Даже в машине на пол не поставлю, потому что она загрязнится. Там с ней что-то случится. Протру её тряпочкой, буду за ней следить. Как ношу сумки я? Я их бросаю на пол, я с ними хожу в походы. Я их ставлю там на лавки, ставлю вообще куда угодно. Я в них ношу продукты. Я в них ношу тяжёлые вещи. Я в них постоянно таскаю свои шейкеры с водой, еду. Я набиваю их просто до предела. И эта сумка всё пережила. И осталась в идеальном состоянии. То есть внешне к ней не придраться. И это учитывая то, что, как я уже и сказала, я ношу её два года. Я такой крутой, офигительной, стойкой сумки никогда в своей жизни не встречала. И при этом она максимально универсальная. То есть это такой симпатичный, чёрный, подо всё подходящий рюкзачок. У меня до этого был офигительный внешний рюкзак из Нью-Йоркера. Но, к сожалению, он развалился гораздо быстрее, чем эта сумка. Она из кожзама, но этот кожзам плотный. Кстати, кожаные сумки я не люблю, потому что кожа, по крайней мере, у меня, если попадаешь под дождь, она начинает идти какими-то разводами. И смотрится потом, ну, так себе. Короче, я ношу сумки очень неаккуратно. Поэтому кожзам для меня это просто подарок. Так вот. Здесь кожзам ядрёный, бронебойный. Здесь есть карманы. Вот здесь вот я ношу постоянно свой мобильник. Очень удобно. Здесь ношу какие-то другие мелочи. Внутри два отделения. В одном из них я ношу кошелёк и паспорт. Во втором, в глубоком, ношу всё остальное. Там есть два маленьких кармашка, в которых я ношу парфюмы. Там тоже всякие мелочи. Сдачу иногда туда бросаю. Здесь очень стойкий вот этот вот магнитик. Он до сих пор так же крепко держит. Мне также очень нравится тот факт, что здесь укреплённые бретельки, вы видите? Они усиленные. То есть они не порвутся, они не начали трескаться за всё это время. И вообще здесь не к чему придраться. То есть нет ни единого следа того, что эта сумка начинает рваться. Кстати, вот здесь вот тоже есть карманчик такой удобный для мелочей. В длину моя стопа составляет 27 сантиметров. То есть у меня 41 размер ноги. Эти ботинки мне подходят, но они подходят мне тык-впритык. То есть если бы они были чуть меньше, то всё. Я бы не смогла их носить, к сожалению. И это самый большой размер, который там есть. Именно по этой причине в большинстве случаев я не могу себе заказать обувь на Али. И женскую обувь я себе заказать не могу вообще. Потому что тупо там нет моих размеров. Эти кроссовки позиционируются как мужские. Ну или как унисекс. Потому что я видела такие же, только с линейкой маленьких размеров. И они назывались женские кроссовки. В любом случае выглядят они вполне универсально. То есть и парни, и девушки подойдут. Там есть такие же чёрные. И есть кроссовки не с бежевыми вставками, а с серыми. Господи, какие они шикарные. Я их ношу и с коротенькими, такими лёгкими шифоновыми платьями, и с длинными шифоновыми платьями, и с вискозными. Они не жмут, не давят, они ни разу бы не натерли. Что вообще является чудом, потому что у меня мегачувствительные ноги. Я в дикой восторге. Если вы хотели объёмные массивные кроссовки, обязательно присмотритесь. Потому что качество здесь меня удивило в хорошем смысле слова. Потому что придраться, по крайней мере, я придраться здесь ни к чему не могу. Когда вы их носите, нет ощущения того, что они тянут к земле, несмотря на то, что здесь массивная подошва. И сами по себе для такой подошвы они довольно-таки лёгкие. По крайней мере, когда вы идёте, такое лёгкое ощущение есть, а не то ощущение, которое вы испытываете, когда вы носите гады, к примеру. Я обожаю заказывать украшения на Алике, потому что с ними у меня в большинстве случаев всё гладко складывается. То есть, редко приезжает что-то совсем уж не носибельное или не симпатичное. Первая вещь, о которой я хочу рассказать, это те серьги, которые вы сейчас видите на мне. Несмотря на то, что эти серьги крупные, мне кажется, они не смотрятся, как табру ходят в небо или что-то похожее. То есть, они смотрятся журнально. И мне очень нравится то, что они не оттягивают уши. То есть, несмотря на их размер, вес у них небольшой. Они комфортные, когда я их ношу, я их вообще не замечаю. Сами по себе они смотрятся круто и с распущенными волосами, и с пучком, как акцент. Замечательно смотрятся в паре с красной или с бордовой помадой. Сразу меня настраивают на какое-то праздничное настроение. Вкупе с чёрной одеждой смотрятся круто. Их можно встроить и в повседневный такой кэжуал образ, и в более гламурный образ. Короче, шикарная вещь. И это чудо, что такого плана массивные золотые серьги я так часто ношу. Там, кстати, на сайте есть такие же в серебре, которые я тоже планирую заказать. И есть чуть меньше размером. То есть, если вы не хотите такие крупные, но хотите толстенькие, похожие, присмотритесь к маленькому размеру. Здесь я вам показываю свои самые удачные покупки на Алии, и эти серьги тоже в них входят. Я вам их уже демонстрировала в видео «Ожидание реальность», но я решила их тоже сюда включить, потому что до сих пор в комментариях получаю видео-вопросы. Чил, где ты купила такие крутые кольца? Расскажи, пожалуйста, дай ссылку. У меня есть точно такие же золотые, более крупные. Если вас те интересуют, загляните в предыдущее видео, то есть в «Ожидание реальность», там есть ссылка. Но те я ношу гораздо реже, чем эти, поэтому здесь те я не стала показывать. Не облазят, не стираются, с какими угодно образами сочетаются. Не тяжелые, уши не оттягивают, уши у меня от них не воспаляются. И в целом, наверное, одни из самых удачных колец, которые я когда-либо покупала. Если вы на этом канале недавно, то внешне, наверное, по мне вы не сразу можете определить, что я люблю котические образы, и что-то связанное с вампирами меня всегда привлекает. Но эти вещи я очень люблю и ценю. И именно по этой причине вот эти вот конкретные серьги вызывают, наверное, у меня наибольший восторг. Нет, все вот эти вещи мне нравятся, естественно, по этой причине они сюда попали. Но от этих сережек я до сих пор в таком диком восторге, что мне, наверное, просто слов сейчас не хватит, чтобы его выразить. Такое ощущение, что я все эти серьги купила на ярмарке мастеров, что все они серебряные, такие дизайнерские, уникальные, необычные. И здесь внутри натуральные камни. Хотя здесь, естественно, не аметисты там, не фианиты и не что-то подобное. То есть здесь, наверное, стекло или я не знаю, что здесь внутри. В любом случае, смотрятся они шикарно. Вот эти вот с фиолетовым камнем внутри, хоть и выглядят не особо акцентно, но в ушах смотрятся идеально. По крайней мере, мне они дико нравятся. Я их сочетаю со своей подвеской, вот этой вот, похожей на вампирский клинок. Вот эти вот звездочки с красным камнем внутри напоминают мне звезды, которые кидают вампиров в фильме Ван Хельсинга, по-моему, если я не ошибаюсь. Но где-то я такого плана вещи видела определенно в каком-то фильме. То есть здесь такое, вроде бы, отдаленно вампирское и не особо вампирское. Может быть, только для меня вампирское настроение, но в любом случае, мне дико нравятся эти серьги с красной помадой в особенности. И вот эти вот третьи, это, ну, черт побери, это просто вершина, это эпичная вещь. Я не знаю, почему мне эта форма так нравится, но они мне напоминают какой-то маленький вампирский клинок или какой-то артефакт. Внутри, кстати, такой не особо блестящий черный камушек. И само исполнение этих сережек, оно приводит меня в дикий восторг. Они настолько детализированные, настолько изящные, настолько хорошо сделанные, что на них тупо вот так вот смотреть приятно. То есть у меня сердце теплеет, когда я эти сережки рассматриваю, держу в руках. Если любите необычные такие немножко неформальные сережки, обязательно загляните в этот магазин. То есть в магазин, в котором я купила эти сережки. Потому что там огромное количество других вариаций. То есть там есть всякие кресты, но кресты крутые, они какие-то там примитивные, офигительные такие, викторианские немножко, которые я, кстати, собираюсь заказать. Есть такие вещи, похожие на клинки. Короче, тонна всего. Вот просто загляните в инфобокс, зайдите в тот магазин, и вы не будете разочарованы, если, естественно, вам такого плана вещи нравятся. Если вам понравилось это видео, и вы хотите такого плана формата на канале оставить, то есть если вы хотите, чтобы я периодически такого плана видео снимала, пожалуйста, расскажите мне об этом внизу в комментариях, чтобы я знала. Расскажите мне о своих находках на Алиэкспресс, что вы обнаружили, и что вас повергло в шок, в хорошем смысле слова. Спасибо огромное за подписку, за комментарии, за просмотр, за внимание, за добрые слова. Всем отличного настроения, улыбайтесь чаще, и до скорых встреч. Пока.